Всем привет! Сегодня 22 февраля и вчера на наши сервера пришло обновление. Почему не записал сразу видео? Потому что хотел набраться немного информации. Информации было недостаточно анонса. И нужно было посмотреть, как это все работает, для того, чтобы можно было вам преподнести какую-то более обширную информацию, чтобы вы понимали, как это работает, как добывать, как прокачивать и тому подобное. В принципе, смотрите, добавили нам шмот драконов. К каждому дракону вот эти вот дракончики. Добавили 4 слота вещей. Первый, второй, третий, четвертый. Там корона, потом седло, по-моему, жемчужина и сокровища, если я не ошибаюсь. 4, то есть у каждого дракона. Вот, по 4. Смотрите, эти, они имеют там вот белый, синий, зеленый, фиолетовый, золотой, золотой первый, второй. В общем, ранги, да? Где их добыть? И с определенным шансом вот эти вот наши боссы могут трансформироваться в дракона. Именно на седьмом этаже. Суть в том, что вы не знаете, он дракон или нет. То есть только первый человек, который дойдет на седьмой этаж, может вам сказать, ребята, здесь дракон, доходим, либо же не доходим. Почему доходим, не доходим, объясню чуть позже. Дальше у нас есть, вот, в верхнем правом углу анонс от сервера. Что сегодня в 14, 15, 17, 18 часов босс с некоторой вероятностью может превратиться в дракона. Можно получить дополнительную награду. То есть с обычного босса мы получаем старый дроп. Но если он превращается в дракона, вот, у нас получается дополнительно еще сундучок за убийство, 10 сундучков, да, вот таких вот с снаряжением дракона, да, есть вероятность открыть золотую 2, прошу заметить, то есть на 240 боссе золотая 2, то есть не красная. Золотая 2 жемчужина в снаряжении дракона и сокровище. Ну, я вам скажу, что с 240 босса падают все. То есть золотые 2 жемчужина и снаряжение, и обычное седло и сокровище. Вот, седло и там, не помню, что еще, корона, да? Вот, дальше, то есть как обычно по рейтингу, для того, чтобы получить этот дополнительный сундук, вам нужно попасть на 7 этаж. Ниже 7 этажа никто не получает этот сундук. И только в случае, если босс превращается в дракона. Я, например, хожу дополнительно еще твином во втором окне. Если босс превращается, кстати, в дракона, то он превращается в дракона все. То есть от 130-го они начинают выпадать, получается. От 130-го, вот, да, босса. Здесь тоже самое дополнительное, вот, есть сундук. Так, это до 130-го, вот, снаряжение дракона. И до 240-го. То есть я беру твина, завожу на 130-го. Параллельно захожу с собой основным персонажем на 240-го босса. Твин заходит на 7 этаж раньше, потому что там нет соперников. Он заходит на 7 этаж, и я вижу, если там босс князь тьмы, да, то я основным персонажем с 6-го этажа выхожу. И потом отменяю награду для того, чтобы зайти еще раз. Вот такая схема, скажем так. Потому что мне не интересен просто дроп. Мне нужен дроп именно дракона, вот этот сундучок дракона. Вот только что был в 2 часа босс, да, я заходил на этого босса. Был дракон, я его убил, вот смотрите, награды, да. Нас там было много, ну, в принципе, первое место мы заняли по дамагу. То есть мы получаем обычный сундуки, как и раньше, снаряжение, набор босса 230-й, 10 сундуков. Набор босса 160-го уровня 10 сундуков. Свистки, слава, это все как и было. Плюс набор снаряжения дракона 240-й. Я его специально сейчас на видео еще открою. Тоже 10 сундучков, вот мы их получаем. Также за последний удар, то есть за добитие босса мы получаем. И смотрим вот этот вот сундучок. Где он, вот 20 сундуков. Использовать, открываем. Что мы получили? Значит, мы получили фиолетовую корону. Да, мы получили фиолетовую жемчужину. Также мы получили немножко, так вот, фрагмент цветного чайника, фрагмент цветной роговицы, фрагмент пятицветного седла. Сокровище так. Цветной короны. Получить. Дальше смотрим, что у меня в осколках. Просто мне интересно. За два дня у нас получилось по осколкам. Вчера, кстати, тоже всего лишь одного получилось нам убить. Вот. Это у нас будет вклад. А, вот вклад. Да, который будет хп давать 3 из 5. На голд 2 нужно 5 частей. Но еще я предупреждаю вас. Будет red. Почему red будет, я вам дальше покажу. Вот здесь атака за голд 2 будет. 2 700 и 200. Так. И здесь что у нас будет? Фи защита 2 500. И там дальше маг защита. Да, вот маг защита 2 500. Ну и вот тоже голд 1. И фиолетовая вторая по кускам. То есть синяя, фиолетовая падает целая. Я так понимаю, фиолет 2, золотое, золотое 2 собирается кусками. Возможно, есть определенный шанс выпадения целого, но он очень маленький-маленький, скажем так. Дальше мы переходим в драконы. И выставляем. Да, вот сюда мы выставляем. Дальше как распределение по драконам идет. То есть первый дракон. Все вещи, которые вы ставите в первого дракона. Дракона. Я уже не помню, как он первый называется. В общем, в принципе, если у вас у 4 прокачаны, то там весны, по-моему, или как. В общем, первый дракон. Это на персонажа статы пойдут. Бог лето. Второй дракон. Это на размещение пойдут статы. Третий дракон. Это дракон осени, по-моему. Пойдут статы на эндо-героя. Эндо-героя. И дракон зимы, последний, пойдут на экзо-героя. То есть мы первоначально ставим вещи в основного персонажа. То есть в первого дракона. То есть все самое лучшее. Здесь мы тоже ставим жемчужинку. И также мы ставим на эндо. Пока что. Что нам интересно. Ставим. Дальше будем протачивать. Объясню, откуда я взял, что будет еще красное. И как дальше их прокачивать, протачивать. Нажимайте на саму вещь эту. Дальше вот у вас есть мощь. 2 300. Основная атака 1500-3000. И усиление атака плюс 0. Дальше у нас внизу, вон справа, есть повышение уровня. Нажимаем повышение уровня. И мы видим, то есть мы можем прокачивать такими же материалами, то есть такими же вещами. Мы их будем прокачивать как сокровища на героя. Сколько уровней, я пока не знаю. То есть не было нигде. И усиление за один уровень. Вот, например, на фиолетовом будет давать от 9 до 19 атаки за каждый уровень. Я думаю, там уровни будут прокачивать изначально быстро. Дальше посмотрим. И вот система есть, где вы можете выставить, какое снаряжение можно выбрать. Да? И вот здесь, например, есть красное снаряжение. Видите? Красное снаряжение. То есть оно, где это будет. По-любому появится красное снаряжение. И это красное снаряжение будет либо же добавиться дополнительный босс 250 уровня. Либо же будет стебель. Сотый, например. То есть откуда-то оно будет браться. То есть дополнительно добавит хайлевельное какое-то инстанс. Или там, я не знаю. Ну что-то добавляет хайлевельное для прохождения. И там уже будут золотые вот эти вот шмотки. Пока они оттачиваются, то что я знаю, по уровню, возможно, они будут еще по звездам оттачиваться. То есть дополнительно будут прокачиваться еще, ну я думаю, как дальнейшее по планам разработчиков. То есть пока что только по уровню, теми же шмотками. То есть мы ходим на боссов, ждем, чтобы попался дракон. Ходим желательно в то время вот, да, вот. Ходим во время анонса. Вот в это время вот, которое нам... Оно, кстати, каждый день меняется. Вчера у нас было 14, 15, 16, 17 часов. Сегодня 14, 15, 17, 18 часов. Поэтому время будет меняться. Следите за этим временем, ходите чаще. Но, кстати, разработчики сказали, что есть небольшой шанс трансформации боссов, дракона и не в это время. Просто в это время он максимально типа высок. То есть вы можете попасть, например, вечером и он тоже трансформируется. Но шансы намного ниже, нежели в это время, которое они анонсировали. В принципе, обновление интересное. Да, еще забыл сказать. Эти вещи не продаются и не передаются. Их нельзя выставить на торговлю. Вот. В принципе, это все. Если что-то упустил, пишите в комментариях. Если есть какие-то вопросы, тоже пишите, задавайте в комментариях. Там давно просили обзор персонажа. Обзор персонажа будет, но он будет немножко позже этого. В принципе, все. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...